Подзаголовок. О соседях. Соловьёвы. Рядом жили две семьи, армянская Мануковых и смешанная семья Соловьёвых. Седа была армянка, а Вова — русским. Соловьёвы были глухонемыми, но их дети, Сёма и Света, были здоровы. Вова был столяром, причём очень хорошим. Огромный старинный буфет и книжный шкаф с массой украшений, перевезённые шамахинки, уже изрядно обшарпанные и собирающие пыль, Вове заказали «осовременить» в кавычках. Это, конечно, было преступлением. Лет через тридцать этим шкафам не было бы цены. Но тогда об этом не думали. Вова честно старался и сделал свою работу хорошо. Всё было беспощадно спилено, и дух советского «конструктивизма» в кавычках восторжествовал. Правда, новая фанировка отлетала то тут, то там, и нам, в конце концов, надоело приклеивать её обратно. Буфет и шкаф стали вновь облезлыми, но хотя бы без архитектурных излишеств. Работа Вовы над шкафами оказалась для меня первым ярким примером мастерового дела. Мне было тогда лет пять. Я играл со старушкой, а он меня иногда учил пилить, забивать гвозди и обращаться с рубанком. Впоследствии умение всё чинить и любовь к инструментам стали у меня постоянными. Однажды он из дощечек за несколько минут смастерил мне маленький ящичек. Этот ящичек я потом использовал для разных железок и винтиков. Он сохранился у меня и даже приехал сюда, в Израиль. Кроме отдельных слов и выражений по-армянски, мы выучили и некоторые слова, в кавычках, на глухонемом языке, что я помню даже теперь. С Вовой Соловьёвым оказалось связано одно примечательное происшествие. Как-то летом, вскоре после войны, ещё на Шамахинке, мама однажды проснулась ночью от странного шороха. Квартира выходила окнами на улицу, довольно высоко над тротуаром, и решёток на окна не ставили. Но тут, в отражении полуотворённого наружу окна, мама увидела человека, сумевшего как-то вскарабкаться по стене и уже влезающего в соседнюю комнату. Недолго думая, мама вскочила, схватила стул и ринула студа со стулом наперевес. Вбежав, она увидела рослого мужчину, стоявшего посреди комнаты и совершенно растерянного при мамином появлении. Спохватившись, он кинулся назад к окну, спрыгнул вниз и исчез. Когда они въехали в новую квартиру и познакомились с соседями, мама и Вова сразу узнали друг друга. Тут-то мама и поняла, отчего он тогда растерялся. Он не слышал, как мама встала, схватила стул и бежала. Они не сказали друг другу ни слова, и это никогда не вспоминалось. Но мама знала, что они в полной безопасности, у них в доме ничего не пропадёт. Соловьёвы все четверо ютились в маленькой комнатке в конце коридора и скоро съехали. А эта комнатка досталась Мануковым.